Неблагонадежный субъект хозяйствования. Такая характеристика автоматически придает ореол дурной славы той или иной организации, более того, может придать эффект антирекламы в кругах потребителей. Поэтому задача фирмы или компании – не вести незаконные деятельности, а задача государства – защитить интересы общества. Поэтому своеобразная огласка в виде реестра организаций сомнительной репутацией – мера необходимая, и исключительно в интересах граждан. Именно поэтому сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. Не остались в стороне и налоговые органы. В инспекциях по налогам и сборам создана и работает комиссия по выявлению и пресечению лжепредпринимательской деятельности. На этой комиссии рассматриваются как вновь созданные субъекты предпринимательской деятельности, так и организации и индивидуальные предприниматели, в деятельности которых высматриваются признаки лжепредпринимательских структур. В частности, за текущий период этого года на комиссии рассмотрено более 200 субъектов предпринимательской деятельности плательщиков Ленинского района. 20 пакетов документов уже направлены в Министерство по налогам и сборов для рассмотрения вопроса о включении их в реестр лжепредпринимательских структур. Включено в настоящий момент уже 10 плательщиков Ленинского района. Более того, в ходе выездных проверок организаций, проведенных в текущем году, у семи юридических лиц установлены взаимоотношения с фирмами, включенными в реестр лжепредпринимательских структур. В итоге сумма ущерба государству составила порядка 600 миллионов рублей. Также инспекция Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району города Бреста была проведена выездная проверка одного плательщика, который уже включен в данный реестр. По результатам этой проверки доначислено более 1 миллиарда рублей. Следственным комитетом возбуждено дело по части 2 статьи 233 УК Республики Беларусь. Более того, якобы фиктивный директор данной организации также не избежал ответственности и привлечен к субсидиарной ответственности. Стоит отметить, что сам факт попадания в реестр не несет последствий в виде административной или уголовной ответственности. Это превентивная мера, которая, тем не менее, наносит удар по коммерческой репутации субъекта. Поэтому во избежание дурной славы организациям стоит задуматься о последствиях, прежде чем они попадут в вышеупомянутый реестр.